Глубко уважаемые председатели, глупко уважаемые коллеги. Итак, меланомы редких локализаций. Какие локализации мы можем рассматривать в этом контексте? Конечно, это меланомы слизистых. То, что мы сегодня говорили, это увиальная меланома, акральная меланома. И также мы можем говорить о меланоме неизвестной перечной локализации, когда мы перечной очаг так и не находим. И частота этих меланом, конечно, она невелика. Если говорить о меланоме слизистых, то это всего 2% от всего количества меланом. И если это говорить увиальный тракт, то это 3-5%. И течение заболевания, конечно, отличается коренным образом от того, как протекает меланома кожи. Здесь какие могут быть особенности? Во-первых, нет влияния инсоляции. То, что мы говорили с вами при влиянии на возникновение меланомы кожи. И эти опухоли протекают более агрессивно. Пятилетняя выживаемость этих пациентов, она не так велика, как при других локализациях. Что еще особенность? Что низкая чувствительность к тем стандартам лечения, которые на сегодняшний день существуют. И новые препараты, к сожалению, не имеют такой разительной эффективности, как при меланоме кожи. И еще сегодня об этом уже говорил Евгений Нинамоч. Мишени есть, а того эффекта, который бы мы хотели дожидаться, к сожалению, мы его не видим. Что еще существенно? На сегодняшний день, к сожалению, нет единой классификации. Вот мы на сегодняшний день имеем уже восьмую классификацию по меланоме кожи, а единой классификации для увиальной меланомы, для меланомы слизистой на сегодняшний день не существует. Нет стандартов определенных лечения. И что еще немаловажное, зачастую эти пациенты поступают на лечение в другие лечебные учреждения к врачам смежных специальностей. И, к сожалению, не всегда у нас есть контакт с этими учреждениями и с докторами. Маршрутизация пациентов, она, конечно, вот такая стандартная, какая-либо профессионная, она тоже не существует. И всем понятно, что нужно как-то объединять и необходим мультидисциплинарный подход, как в диагностике, так и в лечении пациентов. Что мы имеем на сегодняшний день? Вот в прошлом году, в начале этого года вышли вот такие вот рекомендации меланома кожи и слизистых оболочек под эгидой Меланомы ПРО и Ассоциации онкологов России. Это наша вот разработка, российская разработка, где расписаны четкие, четкие абсолютно рекомендации. И, что нужно отметить, впервые в прошлом году вышли НССН рекомендации по увиальной меланомии. И до сих пор вот эти вот рекомендации, первая версия 2018 года, она так на сегодняшний день пока вот остается актуальной. И какие есть особенности? Вот давайте остановимся на этом. Интересно, было опубликовано исследование на основании анализа более трех, почти 3,5 тысячи пациентов метастатической меланомы. И посмотрите, какова частота вот этих редких меланом. Невелика, конечно, да? Где-то вот 7% это меланома слизистой из всего количества этих пациентов. У акральной меланомы 3%, у вяльной меланомы 8%. То есть это, конечно, процент пациентов невелик. И если мы посмотрим по уровню общей выживаемости пациентов с меланомами редких локализаций, видим, что она достаточно низка по сравнению с меланомой кожи. И самое низкое, конечно, общее выживаемость, к сожалению, у меланомы слизистых. Она медиана достигает 9 месяцев только. Итак, у вяльной меланомы. К сожалению, мы чаще всего встречаемся с ней онкологи с метастатической формой. Первичные пациенты остаются на лечении обычно у окулистов. Хорошо это, если он окулист, а чаще всего это окулист общих стационаров. И потом пациент куда-то уходит. Хорошо, если он остается под наблюдением у онколога районного, но зачастую он просто пропадает. И уже появляется в лечебном учреждении специализированном онкологическом, когда у него появились метастазы. Заболевание протекает. Во-первых, оно достаточно редко. Посмотрите, это всего буквально несколько случаев на миллион населения. Чаще всего болеют люди пожилого возраста, старше 60 лет. И течение у вяльной меланомы, конечно, оно существенным образом отличается. Как по своему агрессивности течения, и по степени распространения опухолевого процесса. У части пациентов уже изначально при постановке диагноза имеются метастазы, отдаленные метастазы. И, как вы знаете, чаще всего локализация этих метастазов в печени. И посмотрите, какие ужасающие цифры. На первом году жизни от метастатической формы умрут 80% пациентов. Ко второму году 92%. И чаще всего, я сказала, метастазы в печени до 90%. Следующая локализация метастазов – это легкие кости. И медиана общей выживаемости колеблется от 3 до 24 месяцев. И повторю, что здесь, конечно, влияние инсоляции. То, что мы говорили при меланомии кожи, оно, конечно, не обсуждается. Какой молекулярно-генетический профиль при увиальной меланоме? Ну, вот здесь вот перечислены те мутации, которые могут быть определены, которые имеют определенное место практическое. И что хочется обратить внимание. Вот эти вот мутации ГНАК, ГНАК-11, они чаще всего наблюдаются у больных меланомой кожи. Но где-то около 6% пациентов могут иметь и БРАФ-мутацию. И вот выявлены новые драйверные мутации. Какое же место эти мутации, в принципе, мы остановимся чуть позже. Какое место они имеют в плане принятия решения. Что еще хочется сказать, что определенные факторы имеют значение при увиальной меланоме. Это, во-первых, могут быть как клинические признаки. Они могут быть как благоприятные, так и неблагоприятные. Наверняка вы встречались с пациентами, которые прогрессируют через много лет после оперативного вмешательства. Мы видели таких пациентов. 20 лет прошло, больной уже забыл, что у него было это заболевание. И вдруг прогрессирование заболевания, причем достаточно бурное, с метастатическим поражением печени и других органов. И протекает, к сожалению, потом достаточно агрессивно. И вот здесь перечислены те неблагоприятные признаки, в том числе и клинико-морофологические, например, и тюльно-клеточный тип, и наличие кровоизлияния, толщина опухоли, что может повлиять на прогноз заболевания. В том числе определение различных молекулярно-генетических изменений, аберрации, соматических мутаций. И какое значение это имеет, нужно или не нужно определять. Потому что я несколько раз слышала, что какой смысл, потому что наличие той или другой мутации, в принципе, мало коррелирует с эффективностью лечения. Что здесь важно? Что все увиальные меланомы можно разделить на группы высокого риска прогрессирования и промежуточного невысокого риска прогрессирования. Существует определенный, в настоящее время пока еще коммерческий набор, который может нам помочь определить определенную экспрессию 15 генов. И благодаря чему мы можем разделить пациентов на определенные классы. Первый, второй, причем первый делится на А, на Б. И посмотрите, пятилетний риск метастазирования, он, конечно, значительно различается. Например, второй класс, это всего 72%, более агрессивный, более агрессивный класс в плане метастазирования. А первый класс, первый А, это всего 2% пациента имеют прогрессирование процесса. И вот этих пациентов как раз мы с вами и наблюдаем, те, которые живут долго после проведенного первичного лечения. Но вот этот слайд тоже достаточно интересен. Посмотрите, общая выживаемость пациентов, безрецидивная и общая выживаемость, как колеблется у пациентов в зависимости от того, какой у них молекулярно-генетический профиль и толщина опухоли. Безрецидивная выживаемость 69 месяцев против 42 и общая выживаемость 100% или 26. Достаточно большая. И на что это еще влияет, как наблюдать этих пациентов. Те пациенты, которые имеют неблагоприятный прогноз, то они, конечно, должны наблюдаться намного чаще. Один раз в три месяца с высоким риском. Они должны показываться и окулисту, проведение УЗИ брюшной полости. А те пациенты, у которых низкий риск прогрессирования, то, конечно, они могут наблюдаться уже значительно реже. То есть это, в принципе, нам так или иначе придется развивать и нужно развивать это направление и определять вот эти классы пациентов для того, чтобы правильно их наблюдать и отслеживать и принимать дальнейшие решения. И на сегодняшний день, конечно, проблемы в лечении, в лекарственном лечении, они стоят достаточно остро. Потому что, как я говорила уже, к сожалению, каких-либо определенных стандартов в лечении этих пациентов нет. И учитывая низкую эффективность стандартной терапии, которую мы используем для лечения меланомы кожи, некоторые доктора воздерживаются от проведения какой-либо терапии, не видя ее эффективность. И, к сожалению, на сегодняшний день пока нет четкого метода лечения, который бы значительно увеличил общую выживаемость пациентов с увиальной беланомой. Резистентность к химиотерапии, те препараты, которые вот здесь вот перечислены, которые мы обычно используем в своей рутинной практике, их эффективность невелика. Максимальная эффективность 10% всего. И как лечить адювантно на сегодняшний день, это тоже вопрос остается открытым. Но, тем не менее, вот какие препараты еще, те новые препараты, которые сейчас появились уже в рутинной практике, которые мы используем для меланомы кожи, можно ли их использовать для лечения увиальной меланомы, вы, наверное, все слышали, селометиниб, он используется у пациентов. Это ингибитор, мек-ингибитор, и использование этого препарата по сравнению с темозоламидом показал, что безрецидивная выживаемость почти в два раза больше 15 месяцев, почти 16 недель против 7 недель. Конечно, мы уже говорим не о месяцах, видите, говорим неделя. То есть это, конечно, не те результаты, которые бы хотелось ожидать. К сожалению, преимуществ в общей выживаемости нет, объективный ответ достаточно низок, 14%, а вот токсичность, она достаточно велика. И редуцирование доз у пациентов было более чем у третьих пациентов. И на сегодняшний день селометиниб, несмотря на то, что он, да, действительно, он может применяться, и его одобрение было достаточно ускоренно регистрировано FDA, потому что не было никаких препаратов эффективных, которые бы воздействовали на увиальную меланому. Но, тем не менее, это действительно первый таргетный препарат, который имеет клиническую эффективность и влияние на безрецидивную выживаемость. То, что касается мутации КИД при увиальной меланоме, она, да, она может быть, и здесь может быть частота ее встречается 11%, но на сегодняшний день эффективность не настолько высока. Посмотрите, общая выживаемость, она не превышает, не достигает года, 8 месяцев. Вот ошибка, наверное. Одно из исследований, да, показало 8 месяцев, другое 11 месяцев. То есть, конечно, эти результаты невелики. И на сегодняшний день вот те рекомендации, например, по НССМ, посмотрите, вот то, что касается, например, диагностики и разделения пациентов на различные подклассы, то, что я вам говорила как раз на риск метастазирования, это с низким риском, промежуточным риском и высоким риском прогрессирования в зависимости от молекулярно-генетического тестирования, в зависимости от морфологической верификации, влияет на последующее наблюдение пациентов. Чем лечить пациентов? Первой опцией, конечно, если есть возможность клинического исследования, это самый оптимальный вариант. Но, к сожалению, за всё время, сколько вот мы работаем, я не помню клинических исследований, Галина Юрьевна, она меня поддержит, да, для проведения клинических исследований по увиальной меланоме, к сожалению. И нам не приходилось участвовать, я не знаю, приходилось ли вам участвовать, да, к сожалению, это редкость. То, что мы имеем, вот то на сегодняшний день, посмотрите, прописано, прописано НССМ, практически все те же препараты, которые используются для лечения меланомы кожи, в том числе вот современные иммуно-онкологические препараты, включая и пембролизумаб, и неволумаб, в сочетании препаратов. И остаётся, конечно, химиотерапия, наша стандартная химиотерапия, которую мы пользуемся, это карбазин, тумазоламид, ипоклитоксел, и таргетная терапия траметинибом. Какое имеет значение новые препараты? Насколько они эффективны? Антипедиадин препарата. Ну вот, 9 центров опубликовало своё исследование, 58 пациентов они пролечили. Объективный ответ, посмотрите, невелик, да, 3,5% всего-то. Вот стабилизация 9%, безрецидивная общая выживаемость, низкие достаточно цифры, но часть больных всё-таки ответила. Очень маленькое исследование, вторая фаза, вот опубликованная сейчас недавно, я посмотрела через Медскейп, у них несколько выше эффективность, у них 6,60% клинического улучшения, 20% объективного ответа, и на что обращают авторы? Конечно, нужно искать пациентов, у которых ожидаемая эффективность выше, на что можно обратить внимание? На мутационную нагрузку, на инфильтрацию Т-лимфоцитами и экспрессию мук. Вот это я встречаю нечасто. И, конечно, влияет ещё то, насколько распространённый процесс, есть ли большие опухолевые очаги, что является, конечно, неблагоприятным фактором. И на сегодняшний день исследований достаточно много в разных направлениях, в разных направлениях проходят они, это использование и не только противоопухолевых препаратов, но и препаратов, которые имеют невосредованный противоопухолевый эффект, например, самотостатин плюс ингибиторы МТОР, это может быть ингибиторы гистоновых диацилаз, тоже интересно, есть исследования. Но вот в этом УСТе, например, предевременно прекращено, потому что эффективности никакой не было, и пилюмаб, и волумаб, то есть исследований достаточно много, в том числе и, конечно, биотерапия, биотерапия, воздействие на иммунитет, воздействие, например, с помощью активных клеток, чтобы вызывать уже ответ немножко другой на воздействие на иммунную систему. И вот интересно, тоже посмотрите, результаты нашла, метаанализ проанализирована почти 3000 пациентов, в различных статьях. Статья 78 использована в течение длительного времени, почти 30 лет, в течение 30-летнего периода, и общая выживаемость за этот период, автор отвечает, особенно не выросла. Она все равно общая выживаемость пациентов с увиальной меланомой где-то в пределах одного года. И какая еще есть интересная зависимость? Зависимость от линии терапии. Конечно, если ответ есть на первой линии, то эти пациенты, как правило, с большей продолжительностью жизни. Но, в общем-то, если посмотреть на эти цифры, они достаточно удручающие. То, что касается меланомы слизистой, наверное, каждый из докторов встречался в своей практике с этими пациентами. И помню, что эти пациенты протекают тоже достаточно агрессивно. Обхоли отвечают достаточно плохо. Наверное, вот Замира Ахметовна чаще встречается с этими пациентами. И да, это вот область головы шеи, это может быть и ректальная область, и уретры. 5% пациентов обычно, может быть, чуть побольше от количества больных с меланомой. Опять же, нет, факторы риска особенно неизвестны. Влияние ультрафиолета, оно не доказано. И медиана общей выживаемости, посмотрите, она еще даже ниже. 9 месяцев, и, к сожалению, где локализуется меланома, слизистые влияния на общие выживаемости, нет. Что нового сейчас появилось в молекулярно-генетическом тестировании? Что новое опубликовано? Например, драйверные мутации известны. Вот БРАФ, например, 3%, может быть, 1,6%. КИТ, 23%. А вот новая мутация, ПОМ-121. Она встречается у третьих пациентов. Как правило, это ассоциируется с худшим прогнозом, где медиана выживаемости у этих пациентов, которые имеют эту мутацию, она в 2,5 раза ниже, чем у тех пациентов, у которых этой мутации нет. Пока на эту мутацию мы не можем повоздействовать, но это прогностически неблагоприятный фактор. Также, например, внутрихромосомные перестройки между 5 и 12 хромосомой. Тоже, видите, общую выживаемость у этих пациентов, у которых есть вот такие вот изменения молекулярно-генетические, у них общая выживаемость 9 месяцев против 28 месяцев у тех пациентов, у которых этих изменений нет. Ещё что интересно, более чем у 50% пациентов могут быть выявлены амплификации генов, которые влияют на клеточный цикл. И применение, пока это ещё только на мышах испытано ингибиторов циклинозависимых киназ, может приводить к регрессу опухоли, причём до 76%. Пока это, конечно, такие вот экспериментальные данные. Выведет это что-то на нас на клинику или нет, не знаем, но достаточно интересное наблюдение. Ну и теперь вот несколько буквально слайдов по поводу конкретных таких вот локализаций, например, меланома слизистой головы и шеи, это, конечно, нечастая локализация, но этих пациентов, когда видишь, их запоминаешь надолго, и когда мы добиваемся неплохих ответов, конечно, это определённая победа. Пациенты, как правило, не молодые. И что влияет? Наличие ульцерации. Есть изъяснение или нет? Посмотрите, выживаемость пациентов однозначно выше, если нет ульцерации. Какие ещё могут быть факторы, которые влияют на безрецидивную и общую выживаемость? Это, как ни странно, вот пол мужчины или женщины. У женщин несколько прогностически хуже протекает, общая выживаемость ниже. Это вот мы, как говорили, молекуриарный генетический статус. Это ульцерация, то, что мы говорили, действительно, на этом слайде ещё более красочно показано. И резекционный статус, то есть статус R0, посмотрите, синяя кривая как идёт, да, выше намного. И если R1, R2, конечно, здесь уже статус, уже общая выживаемость приближается к 4 годам, она будет приближаться к нулю. Синоназальная меланома. Ну, посмотрите, какие мутации, что сразу можно для себя отметить. Брав мутации не бывает, и не надо её искать, бесполезно. Кит. 12% у пациента, хотя гиперэкспрессия, посмотрите, почти у всех пациентов. Но насколько будет эффективен имотиниб, одно из исследований показало, что там один полный ответ и два частичных ответа из 13 пациентов. Другое исследование на 24-когортной популяции пациентов показало, что частичный ответ у третьих больных. И стабилизация у 5 из 24. Конечно, ответы не столько громогласные, но в деле появляются у нас ещё ингибиторы контрольных точек. И какое здесь они имеют место быть? Ну, вот посмотрите, здесь эффективность уже несколько больше. И здесь частичные регрессы наблюдаются почти у четверти пациентов. Здесь стабилизация процесса у пятой части пациентов. И медиана общей выживаемости здесь уже выше года. Но если мы сравним акральную меланому и посмотрите, меланому слизистой, конечно, здесь в три раза меньше общей выживаемости у пациентов с меланомой слизистой. То есть это свидетельство о том, что, конечно, заболевание достаточно протекает агрессивно. И на этом слайде представлена эффективность тех имеющихся терапевтических опций, которые могут быть использованы. Цикит ингибиторы 10%, БРАФ и мекингибиторы. Есть данные, что до 50%, больше 50% реагируют. Пембролизумаб 23% и плюмаб 9%. Ну, как вы понимаете, что объективный ответ может быть не настолько еще велик. Нам самое главное, чтобы наши пациенты жили с хорошим качеством жизни. Поэтому я думаю, что со временем мы получим еще и новые результаты. И на сегодняшний день мы имеем такие кривые использования комбинации неволумаба с эпилюмабом. Смотрите, вот меланома кожи и меланома слизистых. И здесь можно посмотреть, что да, комбинация неволумаба с эпилюмабом, она значительно эффективнее, чем применение только иммунотерапии. И можно еще сказать, что в этих случаях целесообразно использовать педель-тестирование. Если есть гиперэкспрессия, то больные реагируют лучше на лечение. То есть, если есть такие пациенты и если есть возможность, то применение комбинированной терапии, иммунотерапии неволумаба с эпилюмабом, оно может принести определенный успех у этих пациентов. И сравнивая лечение, например, химиотерапии и иммунотерапии, давайте посмотрим меланома, увиальная меланома и меланома слизистых. Посмотрите, при увиальной меланоме практического преимущества химиотерапии или иммунотерапии нет. Кривые совпали друг с другом. А при меланоме слизистых, все-таки, иммунотерапия, она имеет свое преимущество. Поэтому, наверное, мы будем дожидаться и каких-то новых результатов наверняка. И, может быть, откроем на основании тех предиктивных прогностических факторов, которые будут разрабатываться явно и познаваться новые опции. Таким образом, можно сказать, что наравне с тем, что мы имеем явный прогресс в лечении меланомы кожи, на сегодняшний день, конечно, проблема лечения вот этих меланом с редкими локализациями, она остается достаточно актуальной. И здесь, конечно, нужно и молекулярно-генетическое тестирование, прогнозирование заболевания. Должен быть, безусловно, мультидисциплинарный подход у лечения. И у нас должна быть определенная консолидация докторов, те, которые занимаются этими пациентами. И, конечно, ранее прогрессирование, выявление прогрессирования заболевания. И лечение должно быть в специализированных клиниках однозначно. Спасибо большое за внимание. Скоро будут белые ночи. Доктора, смотрите, какая красота. Мы вас всех приглашаем, опять же, еще раз на белые ночи, где, безусловно, продолжим наши дискуссии. Спасибо. 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 Спасибо.